МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег Синтеров, который наведал Акционерное товариство «Спартак». Тыдень тому администрации центральных районов Гомеля подвели выники за минулый год. Акционерное товариство «Спартак» отримало первое место по организации дальнейшей работы. С 2300 человек, которые проживают на предприятии, первоважная площадь принимает в громадском житии активный удел. А тому послухать послания президента до белорусского народа и национального схода собрались и все, кто в этот час не имел непосредственного дочинения до вытворчего процесса, пытания, які уздамая керамик державы, актуальны як для усой Беларуси, так и для кожного конкретного человека. Оптимизация сетки установ адвокации, створение додатковых умов для развития малого и середнего бизнеса, потребка пенсионеру и относины с Европейским Союзом. Еще одна важная тема – потребка шмат детных семью. Моцная семья с минимумом трима детьми повинна стать громадским идеалом, подкреслил президент, инженер-технолог акционерного товариства «Спартак» Ганна Золотаревич, с гэтом пагаджаецца и дадае, в апошній час у гэтом накерунку робіцца саправды шмат, пачынаюча от повышення допамоги па догляду за детьми. Да, когда, допустим, мой ребёнок был маленький, конечно, действительно на пособия не хватало, то сейчас, не знаю, мне кажется, действительно все условия созданы для того, чтобы рожать и растить детьми. Еще одно питание, якое гучу президент у послании до белорусского народу и национального сходу, и якое активно мерковица у коллективе, предусиление социального триманства. Акционерное товариство «Спартак» – буйнейший вытворца кандидатских вырабов у Беларуси, а тому тут добра ведуть, что такое отказное относение до працы на предприемстве перекананы, социальному триманству можно змагаться, подоказ чого приводить уласный вопад. У свой час, в ответности с декретом номер 18, сюда пришли люди, які недобросумненно виконували свои батьковские обовязки и не ведьми мкнулись опросовать. Сегодня яны – частка коллектива. Основное – это влияние трудового коллектива, то есть общественные воспитатели внутри коллектива. Вот это основное. И у нас есть примеры, они достаточно положительные. Когда мы возвращали и детей, на помощь коллектива возвращали детей в семью, и работники наши вливались в наш трудовой коллектив и уже с более положительным эффектом и производительностью высокой труда. Олег Сентеров, Игорь Марыченко, Телерадо, компания «Гомель». Господарки «Гомельшины» протягиваются обу яровых культур и кукурузы. По информации Аблсель Гасхарша, только за опошний день они посеяны больше, как на 30 тысяч гектаров. Наши корреспонденты побывали на палетках. По великим рахунку селитана «Гомельшиня» есть два плана проведения весновых полевых работ. Первый, затверженный Галиновым министерством, и он уже выполненный. И еще один, принятый областным выполненным комитетом. Сгодно с этим документом, поселные площадки повеличены еще на 190 тысяч гектаров, что выкликано необходимостью створения кормовой базы для громадского остатка. Как выполнены запланованные, у оборот усягнули земли, которые ранее по разных причинах не выкористовывались. Что тишится организацией работы, то в сельско-осподарших предприемствах имкнулся по максимуму – выкористовывать весь светловый день. Один работает с 7 до 6, а 6 – там же не определенное время. До 3-4 ночи, как вытянет. Как чекается, все основные работы на палетках на «Гомельшине» будут завершены до 12 мая, что отповедает оптимальным агротехническим терминам. Правда, для выполнения запланованного аграрем придется прикласти шмат намаганий. Сгодно за пошними дазинами, зараз яровые культуры с уликами повелишиного задания посеяны амаль на 70% от веденных площадей. Кукуруза, прикладно, на 50%. Я думаю, район должен с этой поставленной задачей справиться. Еще дополнительно введены в работу кукурузные сейлки, поэтому темпы мы наращиваем каждый день. С поставленной задачей справимся. На «Гомельшине» завершается урушение юбилейных медалев «70 год перамоги» в Великой Отширной войне. Церемония узнагороживания отбылась и в зале перамоги Гомельского областного музея военной славы. Сырот запрошенных, ветераны Великой Отширной войны, вязни нацистских концлагеров, активисты городского совета ветеранов и люди, которые унесли значный уклад у героика патриотышного выхования насильства. Медаль «70 год перамоги» в Великой Отширной войне изъявляется одиной во всех краинах СНД. В Беларуси она урушается у ответственности с указом президента, которые были подписаны в мае минулого года. По информации военного комиссариата Гомельской области, на сегодняшний день засталось урушить коля 150 узнагарод. Вручено более 8 тысяч медалей ветеранам Великой Отечества, а не узникам. Есть люди, которых мы не можем найти, которые уехали к детям в Российскую Федерацию, другие государства. Но по прибытии все будут, медали вручены, созваниваемся, люди обращаются. Поэтому эти вопросы на контроле и будут решаться, и людям будут вручаться. Ветеранам Великой Отечественной войны, которые не могут по каким-либо причинам, по состоянию здоровья, военные комиссариаты, областной военный комиссариат, гомельские городские районы, на дому вручали медали. С нагодой святкования 70-го дня Великой Перамоги, на Гомельшине ладится целый комплекс мероприемств, у делу яких принимают ветераны и молодь. Одно из них напередать не отбылось в городе над Сожем. Хорошистый концерт, промеркованный до доходящего свято, организовали педагоги и наученцы Гомельского областного лицея. Вероника Ворошилина, Володая под обязанностями. Великая чинная война с каждым днем одыходит все далей в историю, а ли текавость до ее не стихая, як велезарный душевный боль, что панует у человеческих сердцах разных поколений. Перамога досталась и ценой шматкигих ахвяр и разбурэнью, пакут и нягот, дякую чумужности, адвазе и величности советского народа. Концертная программа у песнях «Застанимся мы», подрехтованная педагогами и наученцами Гомельского областного лицея, Миновита Прагыта – Великая, Памятная, Вечная. Это мероприятие Советом ветеранов Центрального района и Гомельском областном лицеем проводится, собственно говоря, не столько для ветеранов, сход для молодежи, чтобы молодежь могла помнить и передать своим детям и внукам эту великую память за эту великую победу. Улику гоноровых гостей – живые видовожцы тих падей – ветераны Великой и Чиной войны. Для этих поваженных людей наученцы Гомельского областного лицея подрехтовали насыщенную программу с выполнением военных песен и танцев, декламованием вершов. Сценары концерта распроцовывали усе разом, бо обояковых в этой справе не было. Когда я стала говорить о сценарии, о том, что мы будем проводить, очень много детей это звалось. Они пришли со своими песнями. Я предложила свои, они предложили свои, мы взяли и эти, и те. То есть у нас очень талантливые дети. Не забывать час – значит не забывать людей. Память про Великую и Чинную войну заусюду будет живая. А молодое поколение, николе не перестанет быть удяженным ветераном, якея двоевали и подарили нам самое дорогое и каштоуное – життё, свободу, будучиню. Этот концерт, он достоин. Значит, и мы посвящаем его людям, ветеранам войны, потому что они настоящие герои. Вспоминаем традиции, все знаменитые военные песни. Хотим просто от души поздравить ветеранов. Такие концерты, как сегодня, ведь благодаря ним мы можем выразить свое безграничное уважение к ветеранам, сказать им спасибо за то, что мы сейчас живем и радуемся жизни. Сказать спасибо за тот подвиг, который они совершили 70 лет назад. Также сказать, что этот подвиг мы никогда не забудем. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». В дни святкования 70-ти годов перемоги в Великой Шинной войне два гомельчанина плануют покорить Эльбрус. Угонар памятной даты Игорь Насульчик и Вячеслав Чашейко взнимут на вершине горы стяг с логотипом патриотичного проекта громадского объединения БРСМ к ветке Великой Перамоги. Ура, шестая передача символа проекта отбылась в областном центре. Не глядяши на шматлики и складанности у заходжения на высшую кропку Европы Эльбрус, эта экстремальная подорожа корыстается великой популярностью. Для Игоря Насульчика и Вячеслава Чашейки поход у горы – левшее бавление часу. Такое хобби безумовно потребует карпатливой и правильной подрыхтовки. У майские святы, у гора Гомельшане будут не одны. На Эльбрус плануется массовое узаходжение с установкой стяга украин-пераможца у Великой Отшиной войны. Узнимется на вышиню и символичный стяг к ветке Великой Перамоги. На самом деле в горный туризм попадают люди либо случайно, либо целенаправленно. И, как говорят, горы, если не навсегда, то уж надолго, это точно. И Мингитау, как называют ее местные, или Эльбрус по-нашему, это гора, которая манит, которая зовет, если хотя бы раз ты побывал у нее в гостях, понятное дело, что останется то самое ощущение и останется тот самый зов. Были попытки, были успешные попытки, были неуспешные попытки восхождения. Угомельских туристов. Но, понятное дело, каждый турист для себя ставит свою цель. Я надеюсь, что в этот раз гора пустит, все сложится, погода будет удачной. Получится у нас зайти на 5 642 метра. Исторически известно, что во время Великой Отечественной войны для Гитлера было немаловажно занять эту точку. Но в свете того, что там происходили ожесточенные бои, немцы были откинуты. Поэтому мы решили в канун праздника 9 мая занести туда символ мира. Угомельским областным управлением департамента Аховы подвели выники оперативно-службовой деятельности за три месяца бягучая года. Отповедно покажетам, ведомство по раннейшему заявляется одним из лидеров по колькости раскрытых злошинствов. Первая важная доля здоровья, на которые оперативно реагируют суперсовники подразделения, крадежи, рабования, хулиганства, тяжкие и особенно тяжкие злошинства. Дякуючим мобильности подразделению и географии патрулевания, группы затримания департамента в большинстве выпадков пешими оказываются на месте здоровья. Подчас оперативной нарады во управлении на заслуженной отпочинах гонорова проводили офицеру, которые отдали свыше 20-ти годов работе у подразделения. Особно был ознашенный уклад супрационников телерадио компании Гомеля в справу осветления деятельности департамента и формирования становшего имиджа супрационников милиции. Если характеризовать работу Гомельского областного управления департамента охраны за первый квартал этого года, то результаты довольно у нас стабильные. 248 преступлений раскрыто за первый квартал. Из них подавляющее большинство это кражи, грабежи, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, потом хулиганство. Крыху больше как месяц застается до того часу, когда на ученце девятых классов пожадание смогут отримать статус абитуриентов и попробовать свои силы в средних специальных установах адеквата. Выбор будущей профессии завсюду один из самых складанных в жизни. И для того, чтобы помогши школьникам не помылиться, в Гомеле провели день профессийной ориентации. На несколько годин городский центр культуры перетворился вялизную выставочную пляцовку. Тут прошли презентации, прогляды видеофильма у мастер-классы. Удельники мероприемства смогли доведаться про историю и перспективы разных профессий. А так сама ознайомиться с пропановыми средних специальных научальных установ города Гомеля. Для каждого стенда ребятам демонстровали продукцию, выработанную наученцами установ. Так лицей легкой промысловости представил авторскую коллекцию оденья. Колледж кулинары, аппетитные стравы. Колледж народных мастерских промыслов притягивают погляды наведовольников выработами из дерева и глины, а простонники колледжа электротехники сдевили оригинальными роботами. Будущие медицинские супрационники пропоновали присутным вымирать артериальный тиск. По шесть дня профориентации школьникам так само расслумашили умовы селетней уступной компании. Очень много на что можно посмотреть, можно выбрать какую-то профессию, если ты еще не обретулся. Очень большая возможность и очень все интересно. Безусловно эффект есть. Во-первых, он виден в том, что ребята очень активно общаются. Они общаются между собой, они общаются с представителями учреждений образования. Мы подготовили на сегодняшний день для ребят сборник «Куда пойти учиться», в котором описаны все учреждения образования. Рассказано о том, какие специальности можно выбрать. Это безусловно серьезная помощь. Русская народная казка и «Терешечка» завершились в Гомеле гастроли Белгородского державного театра «Лялик». За казочной интригой сошлили наши корреспонденты. После Могилева и Витебска Белгородский державный театр «Лялик» завершил белорусские гастроли миновито на гомельской сцене. Сюда российский театр привез добрую гисторию про выкраденное имя. Казка «Терешечка» по пьесе Михаила Садовского вельми одрозневается от оригинала, але это не перешкоджая вучить юного глядача Головному быть по житти добрым и смелым. Такими спектаклями, такими гастролями мы укрепляем дружбу, дружбу кукольников. Яки ранее ляличного представления «Чакали», а тем больше у оригинальным жанры каски, якая пришлась и до сподобы и маленьким, и дорослым. Лет 10-15 назад поговаривали, что перестроечная, что отойдет театр кукол. Мне кажется, нет. Он наоборот шагнул дальше. У нас очень много взрослых постановок, предложения по Чехову, концерт для взрослых эти куклы-куклы, чайка по имени Джонатан Левингстон. Лялечный театр уникальное место, где народжается особливая атмосфера каски. Маленький глядач верит во все, что отбывается на сцене. Гульня тут воспринимается як сопраудность. Нездармами навито лялька поводля народно-культурной традиции высобляя життя человека. А веселая лялька здольна натхнить на добрые учинки. В образ и характер церешечки маленького гарызы выход из сложных ситуаций. Надо радоваться, надо искать во всем какое-то чудо, верить в чудо. Поэтому жизнь будет ярче и добрее. Уже этой осенью на фестивале «Белгородская забава» белорусские ляльчники наведают российскую сцену. Театральная сустреча и взаимообмен творчим опытом будет саденишать по спеховому развитию театрально-ляльчного мастатства. Юлия Барсавец, Алена Троценко, Александр Александронец, телерадиокампания «Гомель». На этом по колюсе разведем подей сашите по наших выпусках. А я с вами развитвойся. До повышения.